Слава Господу, братья и сестры! И я сначала прочитаю из Евангелия от Иоанна, 17 глава. Здесь это так называемая молитва первосвященническая. Иисус Христос, уходя с этой земли, Он молится о Своих учениках и о тех, кто будут верить. По словам учеников, по словам апостолов, Он молится и о нас. И эта молитва, если она исполняется в нашей жизни, это прекрасно и хорошо. И это пожелание, это воля Иисуса Христа для нас, для верующих людей. И я хочу, братья и сестры, я верю, что эта молитва, она была услышана. Иисусом Христом, она вознесена, и Отец услышал. И если мы сегодня услышим, что же Христос от нас, верующих людей, хочет, и какая цель Его даже прихода на эту землю. Вот здесь написано, Он выражает в своей молитве, возносит к Отцу. Вы знаете, это было очень важно, когда первосвященник молился. И мы знаем, что Он однажды в год в еврейском таком, допустим, календаре, однажды в год входил во Святое Святых, и Он возносил молитву. Он ходатайствовал за народ, за грехи народа. И вот здесь эта тоже молитва, она называется именно поэтому вот первосвященнической. Он ходатайствует за людей, он ходатайствует за своих апостолов, он ходатайствует за остальных, которые будут верить по словам апостолов. И поэтому это очень важная такая молитва. И он говорит о том, здесь я вот прочитаю, это 17 глава Евангелия от Иоанна. 17 глава Евангелия от Иоанна. 17 стих. «Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина». И я сейчас прочитаю еще вот один следующий стих, 19-й. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Вы знаете, что Иисус Христос, Он пошел на крест, чтобы освятить верующих людей. Я посвящаю, говорит, себя, чтобы они, те, которые будут слушать Слово, чтобы они были освящены истинною. И верующие люди, братья и сестры, это особенные люди. Мы должны для себя понимать, что, говорит апостол Петр, «Вы род избранный, царственное священство». То есть, братья и сестры, это на самом деле и цари, и священники, призванные Духом Бога. И поэтому они должны быть особенными. Они должны быть отделенными. Они должны быть какими-то настолько не такими, как другие, что они должны, вот Петр пишет, «Отец свят, и вы святы». Будьте святы во всех поступках. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы для себя понимали, вот Иисус Христос умер, говорит, «Я посвящаю себя, чтобы они были освященными, чтобы они были какими-то особенными людьми». И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы услышали это, чтобы мы поступали и поняли, цель Христа – освятить своих. И Писание говорит о том, что святой, мы называемся, братья и сестры, святыми, и послания написаны святым людям, но святой, да, освятится еще. И цель Бога, она, чтобы мы освящались, чтобы этот процесс освящения был в нашей жизни. И человек, который не освящается, он просто игнорирует Духа Святого, потому что Дух Святой, он приносит, мы сегодня пропели и слышали, он приносит жизнь. Жизнь – это, как мы сегодня слышали, это слово живое, оно приносит в нашу жизнь перемены какие-то. Если этих перемен роста нет, если нету этого возрастания в благодати у верующего человека, он теряет. Так Писание говорит, кто не приобретает со мною, тот расточает. И вот Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, Он эту истину, Он несет к Отцу, Он просит, освяти их истинною, освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина. Братья и сестры, то, что отделяет нас от людей этого мира, то, что отделяет нас от людей, грешников, язычников, каких-то, которые не знают Бога, это понимание и знание Божьего Слова. И поэтому Христос посвящает Себя для того, чтобы верующий человек, Он познавал Божье Слово. Я еще раз повторю, освяти их истинною Твоею, 17 стих, Слово Твое есть истина. То, что приносит нашей душе мир, радость, мы сегодня молимся о любви, чтобы нам в сердце была любовь, и нам надо, чтобы в нашей жизни осуществлялись Божьи планы, нам надо, чтобы мы подражали Христу, нам надо, чтобы в нашей жизни было всякое устройство. И я хочу сказать сегодня, братья и сестры, только единственное, что нас освящает, на самом деле, оживленное Духом Святым, это Слово Твое есть истина. Я хочу сегодня на этом сделать упор и это подчеркнуть, на этом заострить наше понимание. Если мы, братья и сестры, думаем, что какие-то вещи другие, они принесут нам освящение, то есть отделение, посвящение для Божьего труда. Если нам вот что-то другое, мы думаем, оно каким-то образом повлияет на нас, то это неправда. Слово Твое есть истина. Это первосвященническая молитва, подчеркиваю. Это то ходатайство, которое сын несет к Отцу. И Он ходатайствует. Я верю, я еще раз хочу сказать, я верю, что Отец Он услышал. Я верю, что для этого Иисус Христос посвятил, посвятил, себя написано. Я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Слово Твое есть истина. И если мы игнорируем Слово Божие в нашей жизни, если мы как-то уже превозносимся и отставляем его в сторону, оно не приносит нам уже того результата, которое должно принести. И когда мы читаем, я читаю послание Тимофею, апостол Павел пишет. Первое послание Тимофею. Первая глава, третий стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и занимались и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Начиная свое первое послание, в самом начале апостол Павел ставит своему ученику, апостолу Тимофею, он ставит ему цель. «Я тебя оставил в Ефесе для того, чтобы ты… я просил тебя, чтобы другие какие-то люди не учили иному и не занимались баснями». Братцы и сестры, вот если мы читали послание Тимофею, одно послание, второе послание, там очень часто вот это слово употребляется. И я понимаю, верующие люди, они очень способны слушать всякие басни. Это правда, братья и сестры. И я хочу сказать еще раз, когда я начинал, я вспомнил слова Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы мы запомнили. «Освети их истинною Твоею». Что является истинною? Слово Твое есть истина. Мы живем сегодня в такое время, когда есть разные источники информации и разные сайты, и люди смотрят, и люди слушают. И я понимаю, братья и сестры, что нам надо, как верующим людям, во-первых, во-первых, самое главное, нам надо очень хорошо знать Слово Божие, чтобы реагировать на то, что мы слышим, что мы видим, и какие к нам там вызовы, и что нам там говорят. Если мы не знаем Слово Божие, если мы не имеем того критерия, не имеем того стандарта, почему мы будем мерять и чем мы будем сверять, правильно это, неправильно, мы заблудимся. К сожалению, это правда. И апостол Павел оставил этого человека. Братья и сестры, вы подумайте вот только, я оставил тебя, чтобы, ну, с одной стороны, ты церковь будешь вести, чтобы ты там учил людей, чтобы ты там, знаете, так, ну, может быть, там какие-то дела делал, благовествовал. Я оставил тебя, чтобы ты увещевал. Самым первым, он говорит, каким-то целью, он говорит, что я оставил тебя, чтобы ты просил, увещевал, чтобы там, в Ефесе, не занимались баслями. Ну, мог бы где-нибудь там в конце сказать, не надо в самом начале. Но, начиная с твоего послания, он говорит о тех баснях, которые там почему-то люди внимали. И он просит епископа, он просит апостола, он говорит ученику своему, Тимофею, не допускай, чтобы это было. Это не принесет пользы. Наоборот, говорит, может принести какие-то споры, но не принесет освящения и не принесет назидания. И сегодня, братья и сестры, я хочу сказать, мы не стали какими-то лучше христианами, если мы смотрим на первую церковь и, бывает, оглядываемся и говорим, ну, там первая церковь, какой-то идеал, или там какие-то, может быть, моменты мы можем увидеть. Ну, не всегда так. Но если мы понимаем в первой церкви, в той церкви, в Ефесской церкви, братья и сестры, Ефесская церковь, которую мы знаем по откровению, там написано, что это была трудящаяся церковь. Это была церковь, написана так, ты оставил первую любовь твою, знаю твой труд и терпение, и ты много трудился для имени моего и не изнемогал. Это была церковь, которая на самом деле, там были люди искренние, стремящиеся служить Богу. Но почему-то вот апостол Павел заметил эту проблему, которая часто приходит в жизни нашей сегодня. И я хочу сказать, братья, сестры дорогие, читайте Библию. Я хочу просить, читайте и размышляйте, слово твое есть истина. Единственное, то, что нас освящает, это когда Дух Святой через Библию говорит в наше сердце. Мы, бывает, сегодня становимся такими, знаете, нам легче где-то там посмотреть что-то, нам легче там что-то там услугать, где-то там какую-то проповедь, а еще бывают иногда, знаете, какие-то там свидетельства, откровения, видения, и там неизвестно что. Братья и сестры, большая часть это басни. Я вам так говорю, это басни, братья и сестры. Потому что мы не знаем жизни тех людей, которые там говорят. Мы не знаем, как они себя ведут. И если бы мы знали, то, наверное, знаете, я так слышал, один наш брат сказал, приезжал к нему брат, какой-то такой известный, я не буду говорить, который проповедует, его там слушают, ему там поддерживают. Если бы я знал его жизнь, я бы его никогда не пригласил бы. Но он в почете, тот, который проповедует, который сегодня, знаете, там его слушают в интернете. И бывает очень много таких людей, которые распространяют басни. А верующие люди, они очень такие открытые для басен. Так Писание говорит, что вот эти люди, они каким-то таким вот словом сердца простодушных сбивают. Верующие люди, к сожалению, они как-то не настроены вот на те слова, что Иисус Христос сказал. Придут очень многие под именем Моим и многих прельстят. И очень много сегодня того, что вот можно назвать словами басни. Вы знаете, когда рождалась вот эта первая церковь, христиане, когда вот появились, мы знаем, что вот сегодня мы имеем канон. На то время канона не было. Канон выработался на протяжении трех столетий. И мы сегодня имеем какую вот эту Библию? Имеем сегодня, допустим, какие-то там четыре Евангелия, Деяния апостолов, послания. Вы знаете, что Евангелий было намного больше. Евангелий было намного больше. И эти Евангелия, которые, может быть, стремились пропасть в церковь, чтобы церковь она приняла, это были басни. И церковь поняла, что это неправда. Есть такое Евангелие детства. И там написано, как Иисус Христос жил до 30 лет. Библия про это не говорит. Мы вот сегодня не читаем один только момент Евангелия Луки, когда ходил Иисус Христос в храм, и больше ничего. Но знаете, вот если так сравнить, 30 лет Иисус Христос тоже жил на земле. И про него так мало написано. А вот три с половиной года, которые он провел после крещения, в служении, про него написано четыре Евангелия. И вы знаете, люди, они думали, ну нельзя же так, что эти 30 лет полностью утеряны. 30 лет неизвестно. Он же там, наверное, хорошие дела делал. Как Сын Божий он мог что-то делать, какие-то чудеса. Как Сын Божий там, может быть, еще какие-то он знамения делал, исцеление, воскрешение. Можно было что-то. И знаете, и люди, они писали какие-то вот истории, может быть, находили какие-то отголоски, не знаю, что-то там, может быть, слышали, какие-то, может быть, люди там что-то добавляли, сочиняли. И очень часто бывает, братья и сестры, очень много добавляют и сочиняют. Именно Дух Святой руководил устройством того, что мы сегодня имеем и говорим. каноническая Библия, канон. Канон – это значит вот что-то отмеренное, это образец. И поэтому мы понимаем, на то время уже было достаточно много, было, мы читаем, деяния апостолов, а были деяния Петра. Тоже было такое. Люди подражали вот этому деянию апостолов и тоже описывали какие-то вещи. Они там писали, знаете, вот у людей очень такая способность какие-то, знаете так, рассказывать какие-то басни о каких-то чудесах, о каких-то великих делах. Вот настолько люди хотят это слушать, настолько вот это вот бывает, иногда затрагивает. И написано, апостол Павел пишет о последнем времени, и он пишет вот этому своему апостолу, ученику, второе послание Тимофею, четвертая глава, третий стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вы знаете, на то время, он говорит еще не даже не то время, он просит, он говорит своему этому ученику, удаляйся этих басен. Он запрещает ему даже, и вот в этом втором послании, в первом послании, четвертая глава, он говорит в этой главе, что Дух ясно говорит, первое послание Тимофея, четвертая глава, Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, Внимая духом обольстителем и учением бесовским Братья и сестры, последнее время, на то время еще даже не так было Говорит, тайна беззакония, Иоанн говорит, действий, но еще не совершилось Но это разрастается, эта болезнь растет И сегодня он говорит, что дух же говорит, что ясно, в последние времена отступят некоторые от веры Вот какие-то придут духи обольстители, они будут говорить Но говорит, тебе говорю, 7 стих, негодных же и бабьих басен удаляйся Опять про басни говорит Вы знаете, братья и сестры, это проблема верующих людей, слушать басни оказывается И мы бывают иногда настолько податливы на это, но это не принесет нам назидание Павел начинает послание, он говорит, это не приносит назидание в вере Это не принесет нам какого-то освящения И Иисус Христос молит об освящении Освяти их истинною Твоею Я еще раз повторю, что есть истина? Слово А мы иногда сегодня, люди податливы, что-то такое где-то слышать, носить И знаете, люди не передают сегодня даже слово Они говорят, там пророчество такое было Там такое откровение Но не говорят слово Слово Твое есть истина, братья и сестры И я хочу, чтобы мы это поняли для себя и не переносили Там не вопрос, я не знаю Я не могу на до конца ответить Не могу определить Но я верю, что вот это слово Давид говорит, это серебро Семь раз переплавленное Оно очищенное Оно на самом деле от шлака освобожденное А вот то, что бывает, люди там носят И какие-то передают Какие-то мнения Бывают иногда свидетельства Откровения Братья и сестры Это не принесет иногда пользы Это принесет только Как здесь написано И мы прочитали Не Божье назидание в вере А какое-то расстройство Какие-то разные слухи, мнения И апостол Павел Вот в этом послании Второе послание Тимофею Смотрите, как он говорит Четвертая глава Второе послание с первого стиха Итак, заклинаю тебя пред Богом И Господом нашим Иисусом Христом Который будет судить живых и мертвых В явлении Его и Царстве Его Проповедуй Слово Слышите, братья и сестры Проповедуй или ты слушай Начинает это увещевание Он говорит Заклинаю тебя Он предает заклятию даже Вы знаете, что такое заклятие в Ветхом Завете Приступить ни в коем случае нельзя Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом Напоминает ему о суде Что будет суд Придет Господь наш Иисус Христос Он будет судить живых и мертвых Он сегодня меня заклинает Любого человека, который говорит Слово Он заклинает Проповедуй Слово Не проповедуй какие-то там Свидетельства, откровения или видения Проповедуй Слово Я верю, что Слово Твое есть истина И я верю, что Слово Иисуса Христа Это Дух и жизнь И когда Слово Божие работает в нашем сердце Когда Дух Святой оживляет вот это Слово Когда Иисус Христос лично общается с нами Когда мы не слышим через какие-то вторые и третьи уста Я не против, когда есть какие-то примеры Чтобы нам понять Вот какое-то откровение Чтобы Слово Мы слушаем какие-то свидетельства К нам приезжают люди Братья и сестры Где-то они пережили что-то Они прошли какой-то путь Но я понимаю уже даже сегодня Когда уже кто-то, может быть, раньше свидетельствовал Потом он попадает в какую-то другую ситуацию Бывают иногда люди, которые раньше свидетельствовали И даже у нас свидетельствовали И рассказывали, как их Бог вел Они даже отступили от Бога И это правда, братья и сестры И Писание говорит Что надо подражать тем Которые уже закончили жизнь И взирая на кончину их жизни Братья и сестры Мы живем на земле И мы можем рассказывать Как нас вот Бог там спас И человек рассказал о том великом деле Божьем А потом где-то мы не знаем его жизни Он что-то сказал, что-то не сказал Что будет человек рассказывать о себе? Ну естественно, больше всего хорошее Он не будет рассказывать свои какие-то дела тайные Он не будет рассказывать то, что, ну, стыдно Естественно, будет что-то только такое Что людям понравится Написано, что льстила бы слух И я хотел бы, братья и сестры Чтобы мы понимали Иисусом Христом нам заклятие Павел заклинает Тимофея Проповедуй слово Я для себя это ясно понимаю И очень редко Использую, допустим, то, что какие-то Конечно, можно подтвердить Я не против Но апостол Павел Он очень мало написал В всех своих посланиях О своей жизни Вы заметили это? Апостол Павел Который написал большую часть Нового Завета И много посланий Он очень редко употребляет там Что в его жизни произошло Он очень мало описывает Он говорит о том, что, знаете, так И больше как-то так Больше в негативном Он описывает себя Он не выставляет себя Он говорит Я был прежде хулитель и обидчик И я вот такой, но помилован И мы не знаем всех там обстоятельств Он рассказывает В деяниях апостолов Несколько раз свое покаяние И там больше не о том Что как вот Бог там его там это И как там его Бог вел А он больше показывает Свою негативную сторону Он показывает Как он сопротивлялся Как он делал зло Христианам И не показывает Бывает иногда Люди так хотят показать Себя великими божьими людьми Так апостол Павел не делал И он только в послании Коринфянам Втором послании Он говорит о том Они говорят Вы меня принудили хвалиться И я дошел до неразумия хвалять Это неразумно хвалить себя Апостол Павел Никогда не Вот во всех остальных посланиях Кроме второго Коринфянам Он не говорит о каких-то Великих божьих делах Которые Бог делал в его жизни Не показывает Больше того Он говорит Меня били палками Где-нибудь мы находим Как его били палками Побивали камнями Несколько раз Написано где-то Рассказал он Как это было Он просто говорит о том Что вот я говорю Во втором Коринфянам Он уже изливает Свою душу Этим людям Которые они поставили Себя выше И он просто говорит Я дошел до неразумия Хвалясь Он понимает И точно так же Говорит своему ученику Что не надо говорить о том Что вот какие-то бывают Иногда он мог бы Столько свидетельств рассказать Братья и сестры Он мог бы Столько рассказать Особенно как у людей Есть такая Знаете Предрасположенность Услышать что В раю И что В аду Вот это Знаете Уже если будет рассказывать Что в раю И что в аду Это будет уже Самым Скажу таким Лакомым проповедником Люди будут Открытыми ушами Это слушать Знаете Что апостол Павел Сказал о том Что он был На третьем небе Знаю такого человека Даже не говорит о себе Знаю такого человека Который Слышал Слова Которые Слушать невозможно Неизреченные Все А знаете Мог бы что Рассказать Как бы Рассказывать И люди бы Слушали И люди бы Наверное Стекались И Христос Наверное Знаете Если бы он У него такая Была предрасположенность Проповедовать И рассказывать Что в аду То наверное Такие картины Описал бы А люди сегодня Слушают эти басни Что там в аду Как там ходят Что там делают Какие там отношения Братья и сестры Христос только сказал Там будет Плач И скрежет Зубов Все Не как там Черти и смолу Варят Не какие там Сковороды И как там Наказания И там что Братья и сестры Басни Это все И нам Верующим людям Надо уже Трезво Относиться Вот как Писание говорит Писание Про это не говорит Значит Не надо это И принимать И это Не осветит Нас Как верующих И те там Бывают иногда Такие Какие-то Услышим Люди услышат Какие-то там И переносят Какие-то Откровения Особенно сегодня Время такое Когда люди Особенно падки В связи с этой Болезнью С какими-то Вакцинами И что-то Носят Какие-то Слухи И я хочу сказать Братья и сестры Апостол Павел Он говорит здесь Он просит Начиная Тимофея Писать ему Послание И он говорит Я просил Ты уклоняйся От этих басен Бабьих Которые там Носят Что-то он Бабьи басни Называет Не знаю Может Это Чтобы как-то Мужчины уже Чем подальше Держались То есть Если мужчины Начнут Бабьи басни Носить Ладно Бабы Бабы Носят Я Извините Я никому Не хотел Обидеть Вот так Написано Поэтому я прошу Братья и сестры Я Прошу Чтобы мы Как верующие люди Понимали И так Молитва Первосвященника Иисус Христос Ходит с этой земли И он говорит Освяти их Истинною Твоей Слово Твое Есть Истина То что нас На самом деле Отделит От этих людей Отделит От греха Познайте Истин И истина Сделает вас Свободными Что принесет В нашу жизнь Радость И мир Что принесет В нашу жизнь Покой И доверие Богу Принесет Только Истина Только Слово Божие И если мы Будем пренебрегать Истиной То мы будем Терпеть Какое-то Кораблекрушение В вере И в Ветхом Даже Завете Написано О Если бы Ты внимал Словам Моим То правда Была б Твоя Как поток И мир Твой Как волны Морские Братья и сестры Слово Божие Приносит Сердце Мир И когда мы Пренебрегаем Этим Словом Мы Теряем Мир Слово Божие Приносит Наше сердце Любовь и радость И когда мы Пренебрегаем Этим Словом Из нашего Сердца Уходит Мир и радость И это Слово Как мы Сегодня Слышали Это Слово Оно Способно Становиться Плотью Оно Уже Один раз Стало Слово Стало Плотью И в нашей Жизни Это Слово Оно Способно Осуществиться В нашей Жизни Если мы Верою Осуществляем Ожидаемое Поэтому я прошу Надо внимательно Относиться К Божьему Слову Не надо Поверхностно Не надо Как кого-то Бывают люди Услышат Это пережеванное Слово Неприятно Нам Верующим Людям Знаете Детям можно Пожевал И дал Пожевал И дал Кто-нибудь Будет есть Пожевал Я и кому-то дал Это Детям Надо пожевать А уже Говорит вам Взрослым Надо уже Самим Жевать Надо Говорит Взрослым Она прилично Твердая Пища А не Пережеванная От кого-то И переданная И я хотел бы Братья и сестры Чтобы мы Научились Жить в общении Со Христом Чтобы мы Научились Чтобы это Слово Оно Освящало Нас Для этого Христос Пришел на землю Для этого Он посвятил Себя Для этого Чтобы эта Жизнь Это Слово Божие Оно вошло В наше сердце И оно Осуществилось В нашей жизни Чтобы мы Такие были Как Христос Как христиане Поэтому Заканчивая Собрание Я хотел бы Об этом Помолиться Я верю Братья и сестры Слова Которые Доварил Христос Есть Дух И жизнь И когда Мы знаем Когда начинался Этот мир Бог Говорил Слово И это Слово Написано И Дух Божий Носился Над водою И я верю Что Неизменно В два Вот этих Два Этих Источника Вот эти два Потока Когда входят Слово Божие И Дух Святой Неизменно Осуществляется Божья Воля И когда Говорил Бог Да будет Свет И Дух Святой Осуществлял И Он Становился Этот Свет И знаете Бог Смотрел На то Что все Там Совершалось Через Его Слово И Дух Святой Осуществлял И Он Говорил Хорошо Он Смотрел На то Что происходит И говорил Хорошо Вы знаете Братья и сестры В нашей Жизни Хорошо Будет Если Слово Божье Будет Работать Движимое Духом Святым И когда Мы будем Читать Это Слово И когда Дух Святой Нам будет Говорить Через Это Слово Когда Лично С нами Хочет Иметь Общение Иисус Христос И это Слово Оно Принесет Нам И радость И мир И победу Над грехом Это Слово Способно Менять Людей Братья и сестры И нам Надо Прилагая Все Старание Надо Это Слово И следуйте Писание Ибо Вы Через Него Надеетесь Иметь Жизнь Вечную Поэтому Я прошу Об этом Подумать Я прошу Чтобы Братья и сестры Мы понимали Важность Божьего Слова В нашей Жизни Его Его Невозможно Переоценить Самый Большой Псалом Который Есть В Библии 118 Псалом Это Песня Божьему Слову Огромный Псалом Но это Песня Божьему Слову В каждом Псалме В каждом Стихе Этого Псалма Есть Там Определенное Что-то Замечание Заметка О том Что является Божье Слово Что оно Приносит Что оно Делает И неизменно В каждом Стихе И есть Это Вот Определение Божьего Слова Это Псалом Посвященный Слову Божьему В начале Всего Слова И я хотел бы Чтобы мы Как верующие Люди Понимая Что в наше Время Когда мы Живем Об этом Предупреждал Апостол Павел Своего Ученика Тимофея Он говорит Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не будут Чем ближе К пришествию Тем больше Этого Действия Обольстителей Духов Они Каким-то Образом Стараются Проникнуть Церковь Они Стараются Каким-то Образом Сбить Людей Которые Даже Принадлежат Христу Они Стараются Что-то Принести Какое-то Помутнение В голове Людей И Братья И сестры Вы знаете Я Заканчивая Я уже Как-то Говорил В наших Банках В наших Банках Когда Принимают Валюту То ее Обязательно Проверяют Евро Российские Рубли И Там Такой Детектор И проверяют На свет Под лучами Определенными Вы знаете Что Вот В Америке Такого Нет Людям Которые Работают В банке Просто Сначала Такая Дается Практика Они Много Раз Держат Настоящее Они Много Раз Берут И держат И видят Настоящее Они Чувствуют Ее руками Они Чувствуют Носом Они Глазами Знают Им Не надо Детектор Потому Что Они Знают Истину И Когда Они Знают Истину Когда Попадает Какая-то Подозрительная Купюра У них Сразу Написано Чувства Навыков Приучены К развлечению Добра И зла И Человека Невозможно Научить Вот это Зло Вот это Неправда Вот это Обольщение Если Если он Не знает Истины Человеку Невозможно Рассказать О всех Уловках Дьявола Но Человек Должен Знать Только Одну Истину И Когда он Будет Знать Истину Как только Он Почувствует Что Какая-то Ложь Пришла У него Сразу Внутри Противление Ему Не надо Рассказывать Братья И Сестры Вот Такое Учение Появилось Вот там Проповедуют Такие люди И многие Слушают Это Братья И сестры Ложные И вот Там Вот Такое И это Братья И сестры Ложные Вы знаете Это Не наше Дело Наше Дело Проповедуй Слово И человек Который Знает Истину Если У него Внутри Понимание Где Есть Правильное Он Руками Сразу Почувствует У него Внутри Сразу Дух У него Сразу Нюх У него Сразу Глаза Что-то Не то Поэтому Братья И сестры Для того Чтобы Нас Не обманул Дьявол Нам Надо Очень Хорошо Знать Истину Аминь 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 Аминь